В апреле по инициативе компании «Левиком» Таллиннский окружной суд остановил открытый конкурс по выдаче лицензии на использование частот в создаваемых сетях связи стандарта 5G или 5G до тех пор, пока в судебном порядке не будут улажены все соответствующие вопросы. Обсудим суть конфликта и саму технологию 5G. У нас в гостях Пепп Пыльцам, исполнительный директор фирмы «Левиком», крупнейшего эстонского оператора беспроводной широкополосной сети. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, если мы правильно понимаем ситуацию, то вы оспорили в суде сам процесс объявления конкурса, потому что были недовольны тем, что только три лицензии государство хотело выдать, что, дескать, этого мало. А сколько вас удовлетворило бы и почему три мало? Это не вопрос о «Левиком», это вопрос в том, каким образом и когда появятся услуги нового поколения, которые требуют как раз такого сетевого технология, как 5G. И, коротко, там стандарт пятого поколения позволяет в Эстонии выдавать минимум 4 лицензии. И поэтому мы в открытых консультациях, которые провели с правительством уже с начала прошлого года, не удалось у нас вот этого объяснить. И поскольку «Левиком» сам уже с 2007 года использует эти частоты, вот как раз по той причине, что предлагают услуги беспроводного интернета в сельских районах, там, где габельные сети недоступны. И выдавление трех лицензий тоже одновременно значит того, что от нас эти частоты снимут. Снимут, и нам надо закрыть сеть, высылать куда-то клиентов. И, естественно, вот эта суть этого судебного процесса, а по самом деле «Левиком» не борется против нового поколения, новых сетей. Наоборот, мы уже три года сами с этими новыми услугами занимаемся. Мы построили государственную сеть интернет-вещей, например, и так далее. А вот боимся, что если выдавать только три лицензии, это значит, что, естественно, это конкурс. Выиграют три телекоммуникационные фирмы. Три мобильных компаний, и результатом тоже от нас эти частоты, которые мы сегодня используем, снимут. И вот это, с нашей точки зрения, это неправильно. Ну хорошо, а вот с точки зрения потребителя хочется больше узнать о том, в чем принципиальная разница 5G от 4G. Это, скажем так, что сети и услуги пятого поколения значительно отличаются от того, что мы привыкли, 4G, 3G и так далее. Поскольку все эти бывшие, сегодняшние технологии, там мы все-таки говорим в основном обычных услуг связей. То есть, в первую очередь, мобильный интернет, речевая связь и тому подобное. А пятого поколения это предназначено как раз для других услуг. Например, как все услуги связаны с интернет-вещей. То есть, сеть и технология позволяет использовать такие датчики автономные, которые могут без питания на батарейке работать 10-15 лет. И скорость передачи данных будет больше и быстрее, чем в Wi-Fi? Да, то есть, скорость передачи данных на этом полосе, который сейчас в конкурсе происходит, там, скажем, скорость для одного потребителя не очень высокая. Там только до 100 мегабит в секунду скорость. Технология сама позволяет значительно больше, но это требует большого канала. И для этого у правительства надо найти новый диапазон частот, куда сделать новый конкурс. А в этом полосе все-таки эти услуги, которые мы ожидаем, и потребители, и в основном тоже промышленные клиенты. Вот это самоуправляющие машины, работы для производства, дальняя медицина, интернет-вещей. Вот эти услуги, которые в основном и не требуют большую скорость связи, а требуют от сети и другие качества. Вот, смотри, Министерство экономики и коммуникации говорило, что причины выдачи лишь трех лицензий, связанные не с какими-то там картельными сговорами, а с отсутствием договоренности с Россией, где эти частоты используют для других нужд. И, дескать, если в Эстонии начинать их использовать для нужд сетей 5G, а в России для других целей, то сигналы будут мешать друг другу. Это соответствует действительности? Да, то есть как раз половина от этого полоса невозможно взять в использование до заключения координационного договора с Россией. А это не влияет никаким образом на количество лицензий, которые можно выделять. Например, в основном больших европейских стран выдали в среднем 5 лицензий на том же полосе. И поскольку для услуг пятого поколения не требуется, скажем, скоростной интернет, а качество связи, скорость реакции сети и так далее, вот такие качества. И большие такие операторы, как Vodafone, Telefonica, British Telecom, они все получили канал 40 МГц, 50 МГц. Так что вот в таких каналах даже в Эстонии можно выделять 5-6 лицензий, если надо. Ну 5G это действительно новое слово в технике, можно сказать, в информационном пространстве. И оно многих напрягает, потому что люди не понимают, что собой представляет 5G. И есть, например, такие теории заговора, что это позволит, например, шпионить, поскольку вы говорили, интернет вещей, дистанционное управление какой-то техникой, например, какой-то аппаратурой. Что вы на это скажете? Насколько это все обосновано, все эти подозрения? Ну, можно, естественно, выдумать всякие подозрения и выделять тоже нескольких новых, может быть, рисков, которые до сих пор не существуют. Но все равно это все связано с системами IT. Так что и все вопросы, которые сегодня в сетях четвертого поколения или даже, скажем, корпоративных, внутренних сетях, естественно, они существуют. И в сетях пятого поколения там нет ничего. Не бояться, что ваш пылесос будет передавать информацию спецслужбам. Хорошо, а тогда вопрос здоровья давайте затронем. Сейчас по всему миру даже петиции против 5G подписывают. Считается, что эта связь будет разрушать нас на уровне ДНК, будет приводить к различным заболеваниям и так далее. Откуда эти страхи берутся? Эти страхи не новые. Это когда мобильная связь стала такой широко использованной. Это уже я учился, я радиоинженер по образованию. И я закончил Таллиннский технический университет в 89-м году. И даже тогда уже сделали исследование о радиосвязи и так далее. Так что это, естественно, вопрос, который требует постоянного наблюдения. И просто думаю, что поскольку это не вопрос только в Эстонии или в Европе, это всемирный вопрос, надо, скажем, доверить этих учреждений, которые сделают эти исследования. Но исследования это не подтверждают. Пока еще ничего такого. 5G действительно очень сильное излучение электромагнитное. Я бы сказал, что наоборот. То есть поскольку 5G работает на более высоком частоте сравнения четвертого или третьего поколения сетей. И поэтому плотность сети, то есть количество базовых станций надо использовать значительно больше. А мощность этих базовых станций меньше, чем у четвертого поколения. Так что исходя от этого обсуждения, я думаю, что значительной разницы сравнения четвертого сетей четвертого поколения не должно быть. У нас в гостях сегодня был Пеп Пыльцам, исполнительный директор фирмы «Левиком», крупнейшего эстонского оператора беспроводной широкополосной сети. Спасибо большое.